Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Сегодня мы с вами поговорим о мышлении шашиста при обдумывании хода. Простым языком говоря о том, как следует думать во время шашечной партии. Данное видео записывается по разработкам моего тренера Александра Ивановича Николаева, который проживает в Перми. Он воспитал в свое время чемпиона России среди юношей, ставшего впоследствии мастером спорта по русским шашкам Сергея Христолюбова. Ну, всего есть пять пунктов о том, как следует думать во время шашечной партии. Первый пункт. Нельзя ли провести сразу же удар или комбинацию? То есть, если вы сидите за шашечной доской, играете партию, и первое, о чем вы должны думать, это о том, нельзя ли провести сразу же удар или комбинацию. Если вы видите, что можно провести удар или комбинацию, оцените ее последствия. Вообще, о том, что можно провести комбинацию, говорят три мотива для проведения комбинации. То есть, это ослабленные дамочные поля, это решето или решетчатость, так называемая, то есть, когда между шашками соперника есть открытые поля. И третий пункт. Это свободный темп или роздых. То есть, когда соперник напал на вашу шашку, и вы знаете, что следующим ходом он будет обязан ее срубить. То есть, в русских шашках бить обязательно. И вообще, я записал вчера видео о мотивах для проведения комбинации. Кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Рекомендую хорошее видео. Вот оставлю подсказочку здесь. Если комбинацию провести выгодно, то есть, какие можно получить выгоды? Это материальное преимущество. То есть, вы можете выиграть одну или несколько шашек. Можете пройти в дамки, даже ценой, возможно, одной или нескольких шашек. То есть, обычно дамка стоит 2-3 шашки, то есть, в среднем так. То есть, пожертвовать шашку обычно и пройти в дамки тоже, как правило, выгодно. Или вы можете получить выгодную позицию, то есть, с преимуществом, то удар или комбинацию следует проводить. Если комбинация или удар не ведут, так скажем, к преимуществам, то ее не следует проводить. Второй пункт. Посмотрите, не заготовил ли соперник вам какую-то угрозу или жертву или комбинацию. То есть, если соперник грозит вам провести комбинацию, так же оцените ее последствия. То есть, возможно, соперник грозит провести комбинацию, но она невыгодная. То есть, тогда, наоборот, надо будет, возможно, следует сходить, ловушечный ход сделать, чтобы соперник провел вот этот невыгодный удар или комбинацию. То есть, тут надо смотреть. Но если удар или комбинация для соперника выгодны, то постарайтесь парировать вот эту угрозу проведения комбинации. Третий пункт, о чем следует думать. Если вы и ваш соперник не может провести удар или комбинацию, надо наметить план игры на несколько ходов вперед. Прежде чем намечать план игры, нужно оценить наиболее объективно позицию. И намечая план игры, следует руководствоваться основными принципами игры. Также я записывал видео, оно уже стало довольно-таки популярным. Более 8000 просмотров. Основные принципы игры в русских шашках. Вот, можете посмотреть подсказку. Кто не знает еще. То есть, руководствуясь основными принципами игры, следует намечать план игры на несколько ходов вперед. И следует учитывать еще 5 факторов важных. То есть, израсходовано обоими соперниками время. Сколько потратил на партию ваш соперник. Сколько у вас времени. То есть, возможно, если у вас мало времени, возможно, как-то следует играть более аккуратно. То есть, наметить план на несколько ходов вперед. Вот, посмотрели, допустим, поражению не ведет. Можно уже приступать к его реализации. Быстро делать ход. Чем, допустим, долго сидеть над каждым ходом. И рано или поздно у вас закончится время. Наоборот, если у соперника, допустим, мало времени. Возможно, следует наметить план игры на несколько ходов вперед. Возможно, даже не самый сильнейший план. Так скажем. Но неожиданный для соперника. То есть, он будет обдумывать также свои ходы во время того, как думаете вы. Но вы можете каким-то неожиданным ходом поставить его в ступор. И даже выиграть с помощью того, что у него мало времени. Также следует учитывать силы игры обоих соперников. То есть, с более слабым соперником следует играть более агрессивно, с более сильным аккуратно наоборот. То есть, более сильный соперник, скорее всего, будет вас как-то провоцировать на агрессивность. То есть, делать какие-то каверзные ходы. То есть, надо смотреть. Скорее всего, он, как сказать, провоцирует вас, чтобы вы сделали напрашивающийся ход, а затем он вас выиграет. То есть, надо с сильным соперником играть аккуратно. Также следует учитывать турнирное положение обоих соперников. То есть, если, допустим, вас не устраивает ничья в партии, то надо рисковать. И наоборот, допустим, если вас устраивает ничья, а соперника нет, то можно играть более аккуратно, безопасные ходы делать, так скажем. Не идти на провокации соперника. Также следует учитывать самочувствие обоих соперников. То есть, перед партией, перед турниром надо соблюдать спортивный режим. То есть, ложиться рано, правильно питаться, заниматься физкультурой, хорошо выспаться перед партией. Все это важно. То есть, если вы ночью где-то гуляли, извините, или на дискотеке там танцевали, то, возможно, даже выпивали, то перед партией у вас будет не самое лучшее самочувствие. Ну и также про соперника, можно сказать. То есть, это надо учитывать. И последний пункт, это вкусы игры обоих соперников. То есть, допустим, если и вы, и ваш соперник любят играть центром, а у вас есть возможность либо окружать позицию соперника, либо играть в центр, то следует лучше играть в центр. То есть, соперник будет вас окружать, уже, так скажем, чувствовать себя не в своей тарелке. Вот эти, так скажем, пункты надо учитывать во время того, как вы будете намечать план игры на несколько ходов вперед. Четвертый пункт. Намейте вход. Посмотрите, не может ли соперник провести сразу же удар или комбинацию. Оцените их последствия также. То есть, если комбинация или удар выгодны будут для соперника, то следует воздержаться от этого хода, а возможно даже изменить весь план игры. То есть, планы игры менять можно, но тоже не рекомендуется, потому что может возникнуть так называемая бесплановая игра. То есть, когда соперник делает какие-то ходы, которые, так скажем, не несут в себе никакой задумки. То есть, обычно всегда следует намечать планы игры на несколько ходов вперед. То есть, бесплановая игра это тоже ошибка. И последний пункт. Ход с угрозой и ловушкой лучше, чем ход без угрозы. Но, если, допустим, ход, который ставит угрозу или ловушку для соперника, ухудшает вашу позицию, то от них следует воздержаться. Друзья, вот руководствуясь данными пунктами, вы будете лучше играть в русские шашки. Ну, конечно, для профессионалов это все известно. Но, я думаю, для новичков это будет полезное видео. В ближайшее время еще хочу записать видео о эвристиках, так называемых. То есть, системы эвристик разработал нижегородский игросмейстер Максим Федоров в третьем томе энциклопедии Эншпиля. Описаны они. То есть, что такое эвристики? Эвристика вообще в переводе с греческого обозначает «отыскиваю, открываю». Это научная область, изучающая специфику созидательной деятельности. Под эвристикой понимает совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих решения каких-то познавательных, конструктивных и практических задач. То есть, русские шашки – это, как и любая интеллектуальная игра, это творчество. Поэтому система эвристик подходит для, так скажем, теории русских шашек. Максим Федоров всего разработал семь различных эвристик. То есть, это начиная от детских и взрослых и заканчивая уже эвристиками общими, игровыми, жизненными, педагогическими и философскими. Система эвристик также помогает улучшать обдумывание хода во время партии. Поэтому об этом поговорим отдельно. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. До свидания. С вами был Олег.